Привет всем, с вами Рокес и сегодня мы снова наблюдаем за игроками, но теперь уже на американских серверах, но это вы можете видеть по пингу. И я заметил, что большое количество игроков в принципе очень серьезно относятся к данным роликам и специально для таких ребяток я сегодня позвал друга. Это будет мой друг Гена, он будет появляться, когда будет какая-то шутка, чтобы вы понимали, что это шутка и что нужно посмеяться. Как это выглядит? Ну например, я буду говорить, что вот раз мы играем на американских серверах, значит вместо яблок мы должны кидать гамбургеры и появляется Гена. Вот, ну и после этого всем смешно, бла-бла-бла, надеюсь, что я действительно все смонтировал и Гена появился, а не просто какая-то фигня произошла и вы не поняли, что было. Ну, как вы можете видеть, это тоже была попытка пошутить, но она не получилась и поэтому Гена не появился, он над всякой херней не смеется, он ценитель качественного юмора. Ну что ж, фишку я думаю объяснил, поэтому теперь го на буткемп, все по стандарту, прыгаем, убиваемся от первого же встречного и наблюдаем за ребятками. Как обычно, у нас есть бок десантирования, который у него уже на счету 2000 прыжков, он прилетает самый-самый первый, правда не находит оружия. Давай, дружище, мы сейчас ему как раз отдадимся, кстати, можно сделать немножко контента перед тем, как мы не умерли, давай, он меня не видит или что? Привет, как дела? А, он у нас мирный, я понял, окей, братан, ну ладно, погнали вот с этим пообщаемся, здравствуйте, у них сидя немного общения, по-моему ему не интересно. Либо, либо он думает, что я вооружен, либо он просто отбитый начисто, привет. Глянь, точно у меня пинг 300, дружище? Здорово. Не, ну я не знаю, я как бы, ну не прям впритык к нему подхожу, но вы сами видите, я пытаюсь об него слиться, ну я его немножко, конечно, дразню, но тем не менее, он абсолютно не попадает. Эй, братан, привет, как дела? Давайте обойдем его. Слушайте, я никогда еще не выживал на буткемпе так долго без оружия. Не, ему вообще, по-моему, наплевать. Эй, нет, меня убил другой человек. Next Club 3 двойки, вот за этим человеком мы будем сегодня смотреть, и он нам покажет уровень. Уже сразу минус башка, отлетело, молодец, и прячься, правильно, лежи здесь до искончания веков, потому что, ну все, голову получил, можно и отдохнуть. Вы видели, в килллоге появился человек с ником Азина777. Ну это, понятное дело, ни в коем случае не реклама, но, блин, его убили. О, черт, я только хотел немножко порофлить. Вы прикиньте, на американском сервере появился человек с ником Азина777. Найс, пацан, играешь. Нам попался просто типичный представитель третьего лица, у человека нет жилета, и он будет сидеть здесь до искончания времен, пока ничего не произойдет. Вообще, на самом деле, он просто наказан. Я ему написал в телефон, и он просто должен сидеть в этом углу ровно 5 минут, еще и на горохе на коленях, и поэтому... О, нет, он, гляньте, непослушный. Ладно, в угол пойдешь еще раз. И он выверяет просто, это сейчас шот на миллион. Нет, копил очень долго ману, но не получилось совершенно ничего. Ну что ж, окей, будет сидеть дальше, так как его не заметили. Но мы видели, как эти ребята замечают врагов. Я танцевал перед парнем сколько? Несколько минут, и им, в принципе, было пофиг. Так что, нормально, Next Club, ты в безопасности. Молодец, отбываешь наказание. Три минуты в углу строгого режима. Ник в киллоге еще у одного человека. Чучубра и Дэдпул 42 Рус. Это точно американский сервер? Я не понял. Я выставил в ВПН-е Нью-Йорк. То есть, в Нью-Йорке играют люди Чубра и Вова-42 Рус, или как его там звали. Нифига себе, ребята. Через две минуты сидения в углу этот человек все-таки решил выйти, постреляться. Это была его критическая ошибка. Он должен был там находиться вечно. И Адам 3 единицы забирает нашего человека. И вы видели? Прямо перед ним дроп. У него прям здесь аирдроп. Он не хочет хилиться. Может, у него нет каких-то аптек. Но он, по-моему, вообще не обратил на это внимание. Или обратил... Дружище, выгляни. Да, вот он он. Слушайте, это прям подгонщики от Брэндона. Забирает человек на баги этот самый дроп. Но, по-моему, он не лежит. Хотя, здесь же все-таки в третьем лице дают несколько шансов ошибиться. И поэтому нет. Спокойно уезжает без каких-либо сложностей. Просто приехал, забрал. И до свидания, поросенок Петр. Там еще был человек с ником ЭтоУралДетка. По-моему, я ошибся с серверами. Я не знаю, ребят, как это работает. Но на американских серверах наших пацанов больше, чем на наших ру-серверах. Либо они специально как-то шкерятся. Либо они даже уже с серверов эмигрируют. Наслушались баек про великий и хороший, приятный запад. И думаю, что тут играть веселее. Нет, самые настоящие, самые крутые витязи на русских серверах. Так, у нас появился еще один человек с 4Х. Решил пострелять совсем немножко. Кстати, человек не хилится. У него, видимо, все-таки нет никаких аптек. Использует преимущество третьего лица для того, чтобы вообще распознать, где находится враг. И чтобы его не застали врасплох. Ну, то может, в принципе, залезть... Нет, отлично все вышло на префайре. Единственное, что ему не хватило хеллспоинтов для того, чтобы перестрелять соперника. Он его выстрелял по жилету. И теперь у нас Адама 3 единицы убил Скорб 93. Человек, видимо, 93-го года рождения. Или... Ну, я не знаю, зачем еще использовать такие цифры в никах. И тоже парень не особо любит хилиться. Здесь это, походу, такая фишка. Может быть, я поставил какой-то особый режим? Ну, Мэткит или как-нибудь так. Почему? Петрович 28 сантиметров! Ребята! Я знаю, я знаю, на каких серверах я хочу играть. Потому что, если вы помните, предыдущий ролик, где я смотрел за нашими ребятками, я хотел таких ников, я искал этих пацанов. И вот они где все. Вот они. Вот я, наконец-таки, нашел. Все. Теперь мы преимущественно смотрим на серверах Нью-Йорка. Петрович 28 сантиметров. Ты сделал мой день. Приезжай. Так, ну мы видим просто бога тактики и гения игры. Человек, по-моему, как бы, он знает, что он играет третье лицо. Поэтому он должен лежать на полу и ничего не делать. Но при этом он забыл, что он играет третье лицо. Потому что любой, кто будет подниматься с этой лестницы, он увидит его лежачего. И никакого преимущества он с этого не получит. Но, вроде как, более-менее он сам это осознал. Решил попекать человека на главном здании буткемпа. И, в принципе, все. С мушки М24. Вы когда-нибудь стреляли с этой фигни? Гляньте, как вообще? Кто придумал такую мушку? Насколько это, типа, ради баланса или ради чего? Такая маленькая вот эта финтифлюшка хуже только у АВМа. Но если вы стреляете с АВМа с мушки, то вообще, наверное, отбитый человек. И обратите внимание, Скорб-93 также не хилится. Я отказываюсь верить, что на буткемпе нет до сих пор аптек. И он их, в принципе, не ищет. Ему это не нужно. Вот он решил, что так будет. Руслан-13-0-5-0-5. Это, по-моему, тот самый человек, который украл аирдроп. Гляньте, вы видели? Он лег. О, Руслану сейчас прилетело по щам. Он встает? Нет, Скорбе вообще наплевать. Он там занимается своими делами. О, что? Лутик. Болик. Надо скушать. Вот, Х3 возьми, дружище. Не, не надо. Ни Болик, ни Х3. Я тебя понял. Это вещи не нужные для победы. Для победы нужно здание и угол. Ты тоже наказан. Сиди. Тебе минута. Какой там есть? Не строгий режим, а какой-то второй. В общем, минута условно. Вот это сейчас был просто невероятный мув. Он кинул смок зачем-то. Я не знаю зачем, при условии, что там уже, по-моему, нет. Ой, Чучубру убили, а я так за него переживал. Блин, ну ладно, все. Он не сможет взять топ-1 в этой катке. Но у нас еще остался, как вот, Петрович 28 сантиметров. Очень пристально наблюдаем. Надеюсь, что я его не пропустил. И он еще здесь остался. Нет, все-таки Скорб знает о существовании такой вещи, как хилл в PlayerUnknown's Battlegrounds. И решил все-таки съесть болик. И опять же, лежит. Кстати, ну если вы не знали, то в третьем лице лутаться не лежа нельзя. Это противопоказано. Иначе у вас может сломаться компуктер. Так что осторожней. И обязательно, если вы хотите кого-то облутать. Неважно, где вы находитесь. Даже на втором этаже здания вы все равно должны лечь. Вот это было неплохо, братан. Он еще, видите, он еще в нее посмотрел специально. То есть, ну, да, он зашел за укрытие, как бы. Но он еще посмотрел в ее сторону, чтобы... Ну, если вдруг, то уж точно ослепило. И это классный тип. Скорб 93, ты хорош. Сейчас будет великолепный шот с М24. Давай... Не будет, да? Ну ладно. А, нет, все-таки будет. Он нацелился, взял очень большое упреждение. И второй раз уже был гораздо ближе. Но все равно у него не получилось. И, кстати, заметьте, это тот же угол, где сидел этот тип Адам 3 единицы или что-то такое. Походу, он решил, я не знаю, понюхать за ним здесь или еще что-то. Но вот этот угол притягивает людей. Я надеюсь, что сейчас Скорб также выйдет. Его убьет Петрович 28 сантиметров и придет в этот же угол. Это будет невероятно круто. Не, я не знаю, что происходит с этим типом. Он просто, ну, вот то встает, то ложится, то вот как-то в окошко выглядывает, то еще вот... Зачем? Зачем он, в принципе, это делает? Ну ладно, будем смотреть дальше. В доме он передвигается только на контроле. И, услышав какие-то выстрелы со стороны вот этого компаунда, он решил проверить, посмотреть. Я так понимаю... А, нет, у него же 4х прицел появился. Напоминаю, что там просто лежала тройка, он ее не взял. И чё? Ничего? Понял. И я пропустил в киллоге человека с ником Архимеда Пахан. Его убили, и я думаю, что сейчас он выйдет за своим убийцей, вычислит по IQ или по ICQ, я все время путаю. И этому человеку явно не поздоровится. Скорб, как настоящий профессионал, бежит прям с последними секундами круга. Он заметил за собой соперника, но решает его не закрывать, потому что, ну, а зачем? Лучше пусть тебе в спины настреляют. И он решает, он все равно оглядывается, потому что думает, ну, знаете, такой пронесет, не пронесет. Можно, в принципе, выпнуть. Можно, в принципе, еще пробежаться. И он просто убирает оружие. И гляньте, человека вода действительно не настигает, он не стреляет ему в спину. И Скорб сейчас может... Нет, не может. Он просто будет бежать на морозе. Хорош, пацан, это правильно. Врагов много, а я у мамы один, поэтому не стоит рисковать с собой лишний раз. И нужно сначала добежать до зоны, а потом уже делать какие-то боевые действия. Нет, это, конечно, шутка, но, с одной стороны, это действительно правильно, потому что, ну, почему нет? Если у вас никто не напрягает, не стреляет, то можно и просто убежать. Как настоящий мужчина вы не покидаете поле боя, а просто играете тактически. И, кстати, уже каким-то образом топ-15. Вы посмотрите... А, и размер круга, кстати, уже довольно-таки малый. А как так произошло быстро? Вот вроде... О, отморозька на снегу человека. Вот вроде человек просто, ну, как-то там то лежал, то еще что-то делал, а время с ним прошло незаметно. Прям довольно-таки прикольно. Я думал, что это еще только там буквально первые круги идут, а это уже вот паза 4. Мне интересно, а какой у него план? Потому что он явно, да, бежит в стену, он это осознал. И погнали на Paradise Resort. Я, ВС, честно, в третьем лице так боялся сюда забегать. Вы прикиньте, сколько здесь сидит вот таких вот Скорпов 93, которые тупо в каждом углу запираются и просто смотрят... Там еще аптека была, ну, ладно. Вот, и просто смотрят тебя через окна с помощью третьего лица. Но нет, Скорпу везет. У него все абсолютно нормально, все хорошо. Давайте глянем, что вообще произошло по зоне. Зона будет в открытой местности, в лесах, так что нормально, крысить он не сможет. И я так и не понял, пропустил я нашего Петровича или нет, но в киллоге я его либо пока не видел, либо уже не увидел давным-давным-давно. И, получается, про него забыл. Ну, уже почти топ-10. Скорп доиграл, красавчик. Видите, прыгнул на буткем, затащил буткем и дошел уже... Да, топ-10 нет! Ты должен показать отличный уровень. Давай, дружище, это тот человек с аирдропом. Ты его увидел на втором этаже, ты спрятался, можешь отхилиться. У тебя есть аптеки. Нет, я понял, решаешь этого не делать. Хотя, хорошо даже решает, потому что там прилетел... А, это был Смок. Противник ему помог. Это, я думаю, Скорп скажет ему большое спасибо. Но нет, он вообще не понял, что произошло. Вовка! Зе Вовка! Наш парень, красавчик. Навалил пацану. И теперь тебе нужно еще справиться с пулеметчиком. Он его может спокойно, в принципе, закрывать, так как ближе к зоне. И видит спокойно этого человека. Давай, дружище, покажи уровень. Хорошо, выходишь просто с прифайром. Отлично! Болею за Вовку. Это, кстати, был Руслан. 13.05.05. Тот самый человек, который забрал дроп на буткемпе. И Вовка почти добегает до зоны. Давайте. Я надеюсь, что встретятся как раз таки в топ-2 Вовка и Петрович. Прямо перед тобой, человек, дружище, он тебя замечает. Все, до свидания. Всего тебе наилучшего. Никто не забыт, ничто не забыто. Он там не стреляет или что? Ну ладно, все. Вовка так или иначе отлетает. Так, теперь мы смотрим за Саликом 0.002. Дракон убивает Шила. Не, реально, это точно не американский сервер, судя по никам. И Салик, слушайте, такой прямо, видно, уверенный человек. Дерганный. Они, кстати, ну, никто не хилится. Он не планирует это делать, я так посмотрю. Но это окей. Он агрессивный человек. Гляньте, постоянно нажимает на Ctrl, стряфится, смотрит по сторонам. Но здесь явно человек опытный. Чуть больше у него часов, нежели чем у предыдущих, за которыми мы наблюдали. И совсем ему чуть-чуть не хватает патронов для того, чтобы забрать какой-то из фражиков. Вульф убивает Акабака. И ему прилетает немножко СМ24, но не в голову. И на том хорошо. Вы сбросили жилет и все. О, найсник, братан! Макс, а ты неплох. Не, это реально какие-то странные темы, почему на английском сервере так много вот таких вот ребяток. И Макс получает по щам. А не хрен было лежать, Коля, глянь. Сидел такой, у тебя такой ник мужской. Ой, красавчик! Это просто пука подгорела, дружище. Пригорел, проиграл. Все нормально. Макс, ну все, поиграл. И теперь у нас просто ближайший человек, который находился к Максу. Это баскет. Да, это баскет. Ведро по-английски. Ну что ж, давайте посмотрим за ведром. Что он здесь покажет. Но Макс, ты красавчик. Тяжело понять, какой у него прицел на кибу. Но мне нравится, как торчат эти ноги. Они всегда такие. Или это баг? Гляньте, они прям рогатка какая-то. Если у вас кончатся патроны, можно камушек запустить. И ты же видишь, дружище, ты же видишь его. Тебе... Ну ладно, он, видимо, решает сохранить позицию. Либо понять информацию о третьем человеке. Вообще это, кстати, ну более-менее нормально. Потому что, ну, если у вас остается... Вы остаетесь один в два. Вы убиваете одного человека. Себе даете информацию, а другом не даете. И у тебя вылетела игра или что? Почему ты даже мышкой не двигаешь? Не, у него вылетела игра. Баскет просто остался. Во, это сейчас такой фривинт для снайпера, который настреливает по этому пацану. Мы, знаете, можем... И вот, и там еще человек. Мы увидели. Мы увидели, где ложится один. Ложится второй. Баскет отлетел. Ну ладно, бывает. Видимо, свет выключили дома. И сейчас будет невероятное противостояние. Мы смотрим за Вульфом. И против него человек с каким-то снайперским девайсом. По-моему, даже это АВМ, что ли, или нет. Кидает гранату. По-моему, не очень метко. Да, далековато ты, дружище, кинул. И что, ты сомневаешься? Не сомневайся, все хорошо. Почему он смотрит? Он забыл, где у него находится враг. Он у тебя за тем же деревом. Он не умеет телепортироваться. Явно видно, что Вульф нервничает. У него немножко подрагивают пальчики. Но нет, все-таки он видит этого человека в гилл-костюме. Он не попадает с АВМ. Ну и давай, дружище, просто покажи. Но нет. Дракон. Мы его, кстати, уже сегодня видели. Он не первого человека уже бывает в голову. И дракон побеждает в данном матче. И показывает, ну, наверное, хороший результат. Ну что ж, мы видим, что, в принципе, какой-то особо огромной разницы между азиатскими игроками, нашими витязями, американскими ТППшниками нет. Потому что все играют примерно одинаково. У всех бывают как неплохие выстрелы и хорошие моменты, так и фейлы. Типа как у Макса, который просто решил себя поджечь. Ну и поэтому относитесь как бы к игре проще. Получайте от нее удовольствие. Всего вам самого наилучшего. А если видео вам понравилось, вы можете поставить лайк и подписаться на канал. Также напишите в комментариях, как вам увиденная катка. Как вам Гена? Если понравился, обязательно не забудьте сказать ему спасибо. Будем звать его еще. Ну и, в принципе, как вам Петрович 28 сантиметров? Жалко, что мы пропустили его смерть. Но ничего, Петрович, мы будем о тебе помнить. Ну и до новых встреч! А следующее видео уже совсем скоро.